Такого в истории Казахстана-то и не было. Все читают новости, все смотрят трансляции. Казахстаном действительно мало кто интересовался. Мы не совсем какая-то отсталая страна. Бить жену — это нетрадиционные цены, это навязанные извне чужие ценности. Сейчас практически весь мой тикток состоит из нарезок суда на Бешимбаева. Как вот в интернете говорят, что смотрю на Бешимбаеву, вижу своего бывшего. Большинство видят тех, за которых не вышли замуж. И это на самом деле страшно. Но мы же не можем быть нацией с таким количеством психопатов. Я рассматриваю суд на Бешимбаеву как такую позитивную небольшую страницу для Казахстана. История с гадалкой. Как вам? Для меня важно посмотреть, куплен суд или не куплен суд. Мы должны быть сфокусированы на том, что убил — сел. Всем привет! Это отмечено Курсивом. Меня зовут Айдар Борибаев, я шеф-редактор Курсив Медиа. С нами Маляка Хаким — стратегический маркетолог. Мы поговорим о деле Бешимбаева, о том, как судебное заседание, как этот процесс влияет на имидж Казахстана, став уже, по большому счету, международным событием номер один в мировой повестке. Маляка, здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, ну как вам? Как вам происходящее, как маркетологу? Что вы видите? Такой шум. Все мои знакомые в России, за рубежом, они задают только один вопрос. Что там происходит по делу Бешимбаева? Сколько ему дадут? Что у вас там происходит? Все читают новости, все смотрят трансляции. Мне кажется, такого в истории Казахстана-то и не было, что одновременно такое внимание привлечено к тому, что происходит в нашей стране. Мне кажется, это даже не только в истории Казахстана. Это, в принципе, я не помню такого дела на территории всего постсовка, наверное, или центрально-азиатских стран наших, соседей. Мне кажется, самое близкое, которое вот у меня вспомнилось, когда все это начало закручиваться, это дело по Оу-Джей Симпсону, да, кажется? Да. Которого еще как раз папа Кардашьян защищал, потому что тогда не было интернета, но тоже это было огромное дело. Эмбер Хёрт еще и Джонни Дэп. Ну, да, да. Но там больше, конечно, тянулось на медийности личностей. Там тоже, конечно, Оу-Джей Симпсон был известным игроком, но все равно, я думаю, там именно сам эта, сама ситуация, и в итоге же тоже они смогли переквалифицировать дело и прочее, что сейчас пытается сделать активно сторона защиты, которая, конечно, подвергается огромной критике, шквалу, да, такой общественной ненависти и порицания. Но я думаю, в нашей стране достаточно людей, которым нравится, что они делают, и которые потом обратятся к ним за услугами тоже. Они как бы маркетят себя и свои услуги как могут, показывают, что они способны на любые шаги ради защиты своего клиента. В целом, конечно, да, это такое резонансное, это особое дело, происходящее у нас в стране сейчас. И очень много вокруг него теперь теорий, да, зачем это такое согласовали, разрешили вообще. Открыли. Открыли, пустили в эфир, пустили во все госсми. Ладно, когда независимые начинают обозревать, но то, что все финансируемые государством прямо или косвенно СМИ тоже это все раскручивают. Для меня интересны именно вот эти вот моменты, то есть почему мы так сделали, зачем и к чему это дальше приведет, почему это такое громкое дело. Да, уже подписали закон, который до этого несколько лет не могли подписать, который в том числе останавливался из-за вот этой чудесной группировки «Союз родителей Казахстана», да, что какая-то такая группировка, куда входят все эти блогеры, какие-то странные певцы бывшие и прочее, которые всегда выкручивали вот в ювеналку там какие-то, в общем, страшные вещи прикручивали, которых нет в этом законе. То есть это первое уже такое благостное последствие этого процесса, что мы приняли, подписали этот закон. Но вопрос же его исполнения, вопрос людей на местах, вопрос к полицейскому, которому женщина вызовет, и который теперь должен знать, что закон другой. То есть тут я пока не знаю, насколько это, но я думаю, что в целом этот процесс дает очень большой сигнал, во-первых, подобным Бишамбаеву людям. Ну, там правильные многие адвокаты онлайн тоже говорят, да, профессионалы, что он имеет право на защиту, он имеет право говорить все, что будет, поможет ему защитить себя и прочее. Ну, все равно же вот этот талант особый, вот так, да, переворачивать информацию какую-то. И вот как мы с каждым разом, с каждым слоем видим, да, как он вначале выливает ушат на погибшую бывшую жену, вообще даже где по тону не видно, что он говорит о любимой умершей женщине. Ну, то есть, в смысле, так не говорят таким тоном, да? Ну, мы уже, кстати, извините, я вас перебью, мы уже разбирали с психологом Ажан Мурзатова эту историю. Он просто клинический психопат, мнение врачей. Это в какой-то степени это не его вина, просто у него такое, как бы, строение мозга, видимо, и психики, да, что у него просто отсутствуют эмоции там, где они должны быть. Маляка, скажите, пожалуйста, вот я так вопрос в лоб задам. Нам, Казахстану, так не хватает позитивного пиара. Вы стратегический маркетолог, человек, который разрабатывает миссии, концепции для крупного бизнеса. У вас есть опыт таких масштабных проектов. Скажите, пожалуйста, Маляка, для имиджа Казахстана суд над Бешимбаевым, не дело Бешимбаева, а суд над Бешимбаевым, это хорошо или плохо? Я думаю, что это хорошо. То есть, опять же, непонятно, зачем оно так раскрутилось. И мы, я думаю, узнаем это в перспективе потом лет, да, глядя назад, как обычно. Но в данный момент, я думаю, что оно хорошо. Оно точно лучше, да, там, чем Бурат. Или чем попытка снимать какие-то супер рекламные ролики и пытаться их платно размещать. При этом люди-то внешне, они могут думать, ну, с других стран, в смысле, что это не первый для нас самих такой опыт, что у нас как бы вот в норме вещей вот такой открытый суд, где люди говорят. То есть вот именно само явление, да, что такой суд, чем больше людей будет верить, тем мы сильнее это приблизим к жизни, да, на самом деле. Когда-нибудь это... Они видят и, возможно, начинают воспринимать, что так оно и есть, что мы так и живем, что у нас такой суд. То есть, ну, это как бы такой получается пиар нереальности, скажем так. Но он, по крайней мере, показывает, что у нас возможны такие процессы, что мы не совсем какая-то отсталая страна, потому что про Казахстан очень мало кто вообще что знает. То есть оно показывает наш курс и направление. И там на фоне некоторых соседей сейчас в сложившейся геополитситуации мы выглядим в этом плане, конечно, классно. Но классно мы выглядим, то есть вот это мы и умеем делать, классно выглядеть, но параллельно у нас происходят кучи постоянно событий, да, которые, опять же, системно не решаются. Эти все вещи, они всегда же у нас и происходят, но сделать настолько масштабное событие, привлечь такое внимание всех медиа, чиновники, топовые блогеры всего постсоветского пространства, Ксения Собчак к нам приехала, да просто люди, все люди от Тбилиси до Вильнюса, от Вильнюса до Новосибирска, все наблюдают за происходящим. Почему вот эта история с судом настолько отозвалась у всех, у всех людей, понятно, почему у казахстанцев там слишком много всего сошлось, да, но почему сошлось у россиян, у жителей Грузии, у жителей Украины, Белоруссии, Прибалтики? Это для многих из нас, стран, очень такая тревожная, сложная тема. Во-первых, уже существует вот эта проблема бытового насилия, проблема отсутствия соразмерного наказания, проблема отношения к женщине внутри семьи со стороны полицейских, да, или что это семейная проблема, не выносить ссоры из избы. Оно на самом деле не только наше, и просто, что мы сейчас пытаемся сделать, это, мне кажется, мы, ну, как народ, как нация пытаемся сковырнуть этот слой, что это не традиционные наши ценности. В смысле, типа, бить жену, это не традиционные ценности, это навязанные извне чужие ценности, которых нам надо избавляться, такого не было, мы не должны это поддерживать. И оно потихонечку, конечно, огромный слой населения не поддерживает это, да, люди прямо откровенно говорят, нет, а я хочу бить свою жену и детей. Это не стесняются писать в блоге, в инстаграме. И это показывает, насколько мы внутри Казахстана, внутри даже нашей страны, живем в разных мирах абсолютно, да, разные люди. И при этом этот суд еще и показывает именно, вот, в частности, эта ситуация, что это не так, что есть какой-то богатый элитный Казахстан, продвинутый, вот этот там, центр Алматы, левый берег Астаны и так далее, или там, да, там, Актау, Атырау, где вот нет этих проблем, где проблемы только белых людей, какую скатерть сегодня постелить на стол, каким сервизом сервировать для гостей. А есть какой-то вот этот вот бедный, неразвитый Казахстан, вот это их проблемы. Нет, этот процесс показывает нам, что такие проблемы пронизывают все слои общества. И все время как-то, как будто бы раньше пытались делить это общество вот на вот этих, у которых есть проблемы, и вот этих, у которых нет проблем. А на самом деле вот эти вот проблемы женщин, они общие, они общие не только у нас вот так сквозь слои общества, они общие у нас с соседями, с нашими. Малико, правильно я понимаю, речь, вот тут получается два слоя, да, с одной стороны, условно, женщина где-то в Ярославле, или в Виннице, или в каком-либо городе, да, и, конечно, в Казахстане, они смотрят на Бешимбаева, как вот в интернете говорят, что смотрю на Бешимбаеву, вижу своего бывшего, у каждой женщины есть какая-то такая предыстория. То есть тут есть личный момент, но и с другой стороны момент, о котором написала Ксения Собчак, о таком легком каком-то гражданском противостоянии. Например, вы же говорили о такой какой-то невысказанной, такой моральном каком-то толкании, да, вот части общества такой, которая стремится вперед, и более консервативной частью, да, и, может быть, люди как раз и наблюдают за этим. Я правильно у вас понимаю в вашем языке, да, что такое, как это сейчас, кто победит? Да, 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 с точки зрения, я думаю, что тут нет, кто победит, тут скорее мы видим, куда двигаются эти тектонические плиты, да, то есть некоторые люди, которые, возможно, не поддерживают новую вот эту, да, либеральную, скажем так, повестку, хотя это на самом деле базовая, да, повестка, я бы так ее называла, защита прав просто всех людей на одинаковых уровнях, да, базовая повестка. Некоторые, кто ее не поддерживают, они видят все равно со стороны общества и со стороны, главное, имеющих значение лидеров мнения. То есть я не про блогеров, а именно про, скажем так, инфлюенсеров общества, не обязательно это люди в Инстаграме с подписчиками, да, а именно чье мнение для них важно, и они видят, какую сторону они поддерживают и начинают делать выводы. Мы же, ну, все равно вот так вот как бы пингуемся, да, мы смотрим, там, вот мне нравится вот этот философ, а что он говорит по вот этой теме, да, например. И вот с точки зрения личного момента, да, и это на самом деле страшно, сколько женщин видят, сколько своих бывших в лице Бешапаева. Очень много подруг, знакомых, они тоже видят такое. Нет, конечно, не в такой степени крайности. Может быть, там уберегло, что большинство видят тех, за которых не вышли замуж, поэтому, потому что обычно руки развязываются у них уже, когда есть вот этот штамп, есть финансовая зависимость женщины, есть ее вот это давление со стороны родни, что все, мол, вышла замуж, терпи. Там от матери, которая также терпела и прочее, да, то есть там тоже очень большое у нас наследие, к сожалению, не только положительное, да, передается дочерям и сыновьям. И, ну, это очень страшно, сколько на самом деле таких, и это может быть не все же обязательно психопаты, но мы же не можем быть нацией с таким количеством психопатов. Это просто паттерны поведения, которые передавались им от отцов, им, то есть вот как, знаете, есть хорошие картинки сейчас, да, у нас же вообще такое поколение, как будто которое борется, да, с травмами. В любом случае это влияет на то, как ты растишь ребенка, потом, да, там, или поколение голодомора, которое как-то растило детей на последнем зернышке пшеницы, да. И вот, и мы такое поколение, которое, как бы, родилось уже, вот, грубо говоря, в независимом Казахстане, ну, там, плюс-минус, около, но нам достался весь этот ворох всех прошлых столетий, всех этих, вот этих страхов, да, там, ты такой должен выбирать, ты тащишь эту травму дальше, вот там, твой отец бил твою мать, значит, ты теперь будешь бить свою жену, и научишь дочку, что ее тоже будет бить ее муж, а сына бить его жену, да, или ты будешь тем, кто остановит на себе вот эту поколенческую травму. И как-то переродишься, то есть вот эти травмы, человек же, когда он преодолевает, их становится лучше. То есть мы, когда смотрим на дело по Бешубаеву, мы же смотрим не только сам судебный процесс, да, а вообще на историю нашего народа, да, история с гадалкой, как вам? Все сразу же, ну, то есть теперь как-то уже к гадалке ходить уже не так классно, наверное, как было, там, скажем, год назад. Наоборот, сейчас тема этих эзотерических профессий набирает большую популярность, да, тут больше, что есть как бы вопросы, ну, болит колено, мы не идем к лору, мы идем к хирургу. Вот тут то же самое, то есть когда у тебя вопрос по бизнесу, ты идешь к бизнес-консультанту, когда у тебя жена хрипит и не просыпается, ты звонишь в скорую. Ну, то есть не навреди, я думаю, у всех этих профессий базовый слоган вообще и девиз, как и у врачей, не навреди. То есть тут, я думаю, это вопрос не падения популярности, а вопрос того, чтобы у представителей этих профессий появилось понимание, что у них есть тоже ответственность, даже если деятельность на данный момент не сертифицируется и не лицензируется, моральная ответственность и иногда доходящая, возможно, до уголовной, на них тоже распространяется. И они просто должны понимать, что однажды они могут вот так стоять и там, ну, онлайн в данном случае давать, по видеоконференции, да, как я понимаю, спрятанные от общества, показания. Ну, то есть тут важно понимать вообще все время, где ты находишься и как бы все время находиться в адеквате, да. И, наверное, вот вы сказали слово духовность, это интересно, потому что во всей этой истории немного духовности, но очень много материального. Они же все участники этого процесса, они хороши собой, они богаты, они известны. У них такой достаточно, ну, праздный образ жизни, по большому счету. Вот есть хорошее выражение, что счастливые семьи счастливы по-своему, да, каждая, а несчастные и несчастные одинаково. Вот что уровень твоего благосостояния, он не так сильно влияет на то количество душевных вот этих и психологических проблем, через которые проходит человек, а зачастую груз всех этих вещей наоборот может усугублять. То есть когда ты никому ничего не должен, и тебя мало кто знает, ты всегда, грубо говоря, в точке старта. Ты в любой момент можешь проявиться, заявиться, кем ты хочешь, грубо говоря, и вот жить эту жизнь. А когда на тебе груз ответственности, фамилии, предыдущих должностей, еще и предыдущего коррупционного дела и так далее. То есть ты живешь под вот этим уже огромным давлением и гнетом. Часть из него ты сам себе создал, часть из него создалось тебе тоже под давлением. Да, мы же тоже не знаем историю каждого личную. То есть мы не шли в их ботинках даже метра. Поэтому я бы тут не то чтобы кого-либо из них оправдываю. Я считаю, что да, есть вот закон, есть по нему меры наказания и уровни, и степени. Я бы не превращала это в историю «богатые тоже плачут». Ну, то есть это просто люди. Я бы как раз не позволяла то, что пытается делать Куандык, это все время поднимать тему финансов, все время поднимать тему подарков, которые он дарил Салтаната, как он о ней заботился подарками. Потому что он живет в мире, где деньги и подарки – это главный фактор. Ну, то есть вот по его речам очевидно, что бью, но зато дарю же подарки. Ну, то есть такая же ситуация могла произойти в любом из срезов общества. Просто кто-то дарит серьги за 3 миллиона тенге, а для кого-то и за 30 тысяч тенге – это месячная зарплата. То есть тут я бы вообще не смотрела на степень в абсолютных цифрах, больше смотрела бы вот в процентном соотношении, скажем так, и вот этих вот инструментах проявления любви, скажем так. И вот здесь я бы не хотела, наверное… Ну, я для себя, например, стараюсь не проваливаться в эту степень, что вот у богатых свои проблемы, или это вот они богатые, поэтому у них такие, а у бедных на это нет времени, ни гадалкам звонить, ни по психологам ходить. Ну, в общем, то есть вот если откинуть абсолютно шелуху имен, должностей, денег, название ресторанов и прочее, и представить, там бы мог вместо этого ресторанного комплекса быть просто ларек на углу дома. Ну, то есть и на самом деле все остальное, оно абсолютно общее и перекликается всем слоям населения. То есть вот поэтому, я думаю, оно и отзывается. Кто-то, конечно, это смотрит просто как шоу, но я думаю, что вот именно вот эта социальная составляющая, вот эта глубина проблемы и глубина маразма, который вылезает с каждым показанием, с каждым новым свидетелем, я думаю, что многие просто видят там не только в Куандыке своих бывших, они в рассказах свидетелей, например, подруг Салтанат или сестер Салтанат, тоже могут видеть себя, и вот это даже страшнее. Какие выводы они делают? Скажите, пожалуйста. Вот люди смотрят по всему миру за трансляцией. Какие мысли у них? Каким выводом, какой месседж от всего этого? Я все время, поскольку я медийщик, вы медийщик, я стараюсь немного эмоций, свои личные, уйти в сторону и посмотреть на это как меди-событие. Какой месседж дается? Казахстан тоже в этом. Мы тоже за защиту прав женщин. Мы признаем, что женщина была не слабым полом, а ослабленным полом. Законодательно ослабленным полом, социально ослабленным полом. Как-то вот этим нашим воспитанием, заложенным вот этими сообщениями внутри воспитания, ослабленным полом. И мы признаем, что это не так, что мы готовы исправляться. Вот, смотрите, весь мир, мы тоже в деле. Внутри страны, я думаю, это в первую очередь, наверное, какой-то сигнал для подобных, Бешимбаеву. И я думаю, что это хороший сигнал таким, как Байжанов, приспешником, помощником более успешного родственника, что не все поручения надо выполнять беспрекословно, что стоит начать задаваться вопросами. Зачем? Почему? Что потом? Не каждая женщина имеет доступ к хорошему адвокату. Не каждая женщина знает, что делать. Единственное, что она может знать, чему нас научили, это звонить 102. Она позвонит 102, закон новый, а полицейские приедут старые. Приедут, увезут на 3 часа, он приедет еще более злой. Вы знаете, Маляка, мне кажется, что тут еще есть такой аспект, о чем люди думают. Они смотрят на... Сначала казалось, что они смотрят на трансляцию, следят за происходящим в суде, и думают о своем личном. А теперь они уже думают... Уже процесс идет не первую неделю, и уже... Смотрите, о чем мы говорим, да? О том, что... О воспитании детей. О том, как относиться к друг другу в семье. О том, что происходит с твоими родителями. О том, что происходит с твоими друзьями, с твоими родственниками. Как вся твоя жизнь, может быть, сколько тебе было дано, и это может быть спущено в унитаз, и еще принести столько боли и крови, и страданий другим людям. Может быть, вот об этом. То есть, я надеюсь, что этот суд, он станет... Ну, чуть-чуть, но мы станем все немножечко, может быть, лучше, но хотя бы задумаемся об этом, знаете, как после прочтения какой-то книги, в которой описана чья-то история. И, может быть, мне очень нравится то, что это отзывается в сердцах такого количества людей. Конечно, это очень важный для нас процесс. Я надеюсь, что кто-то, кто талантлив в касании пера-бумагу или сценарном плане, переложит и вытащит правильные смыслы. Потому что сейчас, конечно, очень легко перетягивается фокус внимания. Очень часто, когда я там захожу, я захожу обычно почитать комментарии в прямых трансляциях или в новостях. И на многие комментарии я смотрю и думаю, господи, пожалуйста, я надеюсь, что ты написал Бот. Потому что очень хочется не верить, что такое может написать мой сограждан казахстанец, с которым я еду в одном метро или иду по одной улице. Потому что это, конечно, ну, там вот, когда начинают перетягивать, что, а, так значит, изменяла, тогда ладно, тогда можно. Или начинают атаковать вот там упомянутых в суде людей. Хотя они тут ни при чем. Это как раз то, что пытается сделать Куандык и его защита. Перетянуть фокус внимания. Вот эти плохие, эти плохие, вон тот плохой. На кого угодно. Еще использовать этот суд для личной мести, да, которая у него явно в голове там сидела какая-то обида или что-то. И мы ему позволяем это. Нет, мы должны быть сфокусированы на том, что убил, сел. Вопрос в том, что многие вещи, которые мы сейчас видим и слышим, мы не должны были бы видеть и слышать. Да, есть основные вещи, есть просто то, что игра адвокатов, уже игра и работа адвокатов, но за которую люди и общество цепляется. Но очень бы, конечно, хотелось бы, чтобы этот суд был сконцентрирован на выявлении именно вот этих основных, глубоких социальных, исторических паттернов общества. и о том, как мы к этому пришли, что такое есть, и что мы можем из этого сделать, да, чтобы такое не повторялось, какие мы должны предпринять позиции, там, действия, какие-то положения новые, чтобы вот женщин в подобных ситуациях защищать. Что это? Один закон, очевидно, не будет работать. Ну, в смысле, как бы, мы уже проходили это в нашей стране. Закон не будет работать сам по себе без подпорок в виде инструментов его реализации, да, и донесения до исполнителей на местах. Ну, очень бы хотелось, опять же, чтобы люди сконцентрировались не на той грязи, которую пытается выковырить Кондек, что, конечно, не делает ему чести после смерти выворачивать белье жены на всю страну. Ну, он, конечно, этим морально себя только закапывает в глазах женщин страны, как минимум. Но, чтобы были замечены вот эти основные глубокие социальные паттерны? Ну, вот сейчас посмотрим. То есть, суд у нас идет. Мы не знаем меру наказания. Все, что мы сейчас имеем, это широкий общественный резонанс. Давайте посмотрим, к чему это все приведет. Явно мы на пороге каких-то глобальных изменений в нашем обществе. Спасибо, малькаши, что к нам пришли. Спасибо за разговор. Очень интересно было. Спасибо. Спасибо. До свидания. А сейчас у нас в гостях Татьяна Кондратьева, корреспондент рубрики «Лайфстайл» издания «Курсив Медиа». Татьяна долгое время работала в российском издании «Космополитен» «Медиаликс.ру». Сама она живет в Питере, и она отлично нам должна рассказать о том, как на постсоветском пространстве воспринимают Казахстан, что изменилось с делом Бешимбаева, как изменилось восприятие этого. Тань, привет. Привет. Ну что, к нам на прошлой неделе приезжала Ксения Собчак в Астану на суд по Бешимбаеву. Как известно, Ксения Анатольевна просто так не ездит. Она ездит туда, где интересно, туда, где интересно не просто ей, а ее многомиллионной аудитории. Как тебя? Ты видел, наблюдал за этим всем? Да, я видела ажиотаж, который возник вокруг ее присутствия на суде. Но, насколько я знаю, она приезжала туда для того, чтобы снимать фильм о процессе. Плюс она изначально освещала все, что происходило на суде, и проблемы домашнего насилия в Казахстане. Поэтому я думаю, что это было логично. Расскажи, пожалуйста, в России и вообще на постсоветском пространстве от Прибалтики до Грузии. Как воспринимается судебный процесс по Бешимбаеву, который сейчас происходит? Насколько широко он известен? Как люди его воспринимают? Потому что в Казахстане это тема номер один. Я вижу, суд над Бешимбаевым стал темой номер один. Да, действительно, не только в Казахстане, но и на просторах СНГ. Лично я и очень многие мои друзья следят за процессом, ежедневно смотрят прямые трансляции, анализируют все, что происходит. И, как мы видим, весь ТикТок, не только казахстанский, заполнено видео с нарезками сюда. Тань, скажи, а ты же в Казахстане вообще не была ни разу, правильно я понимаю? Нет, к сожалению, нет. Мы это исправим. Скажи, пожалуйста, вот за последний год, два, три, вот за такой небольшой период времени как-то, на твой взгляд, поменялось восприятие страны на постсоветское пространство? Я знаю, что ты жила в Грузии, ты живешь сейчас в России, много путешествуешь. Какое-то ощущение у тебя, у твоих друзей? Мне кажется, как бы, может, обидно, это немного не звучало для жителей Казахстана, что в Казахстане, я сейчас буду говорить о России, да, заговорили в России после начала мобилизации, после повальной эмиграции российских мужчин в Казахстан. Ну и, конечно, в 2000, с самого начала года, 24-го года, Казахстан мелькает на властной ленте все чаще. К сожалению, это из-за страшнейших паводков, какой суд данный Бешимбайл, но, тем не менее, люди начинают интересоваться о том, что происходит в Казахстане. Все чаще начинают интересоваться культурой этой страны и задумываются о том, чтобы приехать в Алматы и в Астану и увидеть своими глазами, что там действительно происходит. Потому что Казахстаном действительно мало кто интересовался, к сожалению. Ну и сейчас, я так понимаю, происходит какая-то волна интереса или это, может быть, объединились просто информационные пространства наших стран? Расскажи про это. Я знаю, что ты автор большого материала про интернет-прикос, бутылками Пепси, Весен-Таймола, Алматы, о чем речь. Насколько это все воспринимается тоже в России? Насколько это известно? Для нас это тема интересная, потому что, как я уже говорила, практически вся лента ТикТока заполнена новостной повесткой, казахстанской новостной повесткой. Сначала идут нарезки судан Бешимбаевым, потом видео с зумерами, с бутылками Пепси, Весен-Таймола. Естественно, это вызывает интерес, начинаешь гуглить, что же действительно происходит в Алматы и зачем эти люди стоят с газировкой. Ну подожди, ну вот смотри, ты берешь свой ТикТок, допустим, смотришь и листаешь. У тебя, правда, там много казахстанской повестки, казахстанских блогеров или тем, которые исходят из Казахстана? Казахстанских блогеров нет, но тем да. То есть сейчас практически весь мой ТикТок состоит из нарезок судан Бешимбаевым. И, естественно, как-то, видимо, алгоритм подбрасывает все, что происходит в Алматы в том числе. Таня, скажи, пожалуйста, давай поразмышляем на эту тему. Хорошо это или плохо то, что весь мир сейчас следит за делом по Бешимбаеву? Это всем вседоступная такая информация, и каждый человек во всем мире, не только на постсоветском пространстве, но и в дальнем зарубежье от нас, они составляют свое какое-то особое впечатление про Казахстан. Скажи, пожалуйста, это позитив или негатив? Ну, я рассматриваю суд над Бешимбаевым как такую позитивную небольшую страницу для Казахстана. Почему? Я объясню почему, да, потому что сейчас мы все наблюдаем, как Казахстан делает либо пытается делать выводы из этого процесса. Мы видим, как такая подписывает, да, так называемый закон Салтанат, который ужесточает наказание за насилие над женщинами и детьми. Мы видим то, что Казахстан пытается бороться с коррупцией. И мы, конечно, ждем финала, результат этого судебного процесса. Ну, то есть Казахстан сейчас стал примером, как мне кажется, для других стран постсоветского пространства, и потому что в каждой из них есть проблемы с домашним населением коррупции. И сейчас на примере Казахстана мы будем видеть, как страна, ну, хотя бы будет пытаться, да, бороться с этими проблемами. А вот скажи, ты сказала, что мы ждем результатов вот этого судебного заседания, то есть речь идет о том, сколько лет дадут признать виновным или невиновным. А ты вот как, не как журналист, а просто как физическое лицо, да, как Татьяна Кондратьева, ты почему ждешь этого? Почему тебе это важно? Ну, за 4 тысячи километров от тебя кого-то осудили, дали ему не 25 лет, а, допустим, 7 лет. Или отпустили. Почему для тебя это важно? Для меня важно посмотреть, куплен суд или не куплен суд. То есть, что будет в итоге, как это все развернется. Во-вторых... То есть тебе просто интересно, да, как сериал? Да, во-вторых, это уже действительно адреналин, это интерес. Это, конечно, с одной стороны плохо, но суд превратился в некое шоу, в некое реалити, за которым ты следишь каждый день. И то есть пропустить уже финал просто невозможно. Да, естественно, ты же ждешь развязки. Действительно, мы все на стороне Салтана Атнукеновой, да, ее родственников. Мы видели, точнее, слышали эти ужасные видео. И мы хотим, чтобы Бешимбаев получил справедливое наказание. То есть можно сказать, что в какой-то степени ты себя ассоциируешь, да? Например, в Казахстане многие люди, которые смотрят, они ассоциируют себя кто-то с братом Салтанат, кто-то там видит в Бешимбаеве какого-то своего бывшего абьюзера, который его мучил. То есть ты с этой позиции смотришь? Можно ли сказать, что ассоциируешь себя вот с этим происходящим на экране твоего компьютера, когда наблюдаешь за трансляцией, прямой трансляцией? Да, ты очень интересно сейчас повернула. Я, на самом деле, думала об этом и думаю каждый раз, когда смотрю суд. Но просто почему-то сейчас я не заострила на этом внимание. Действительно, когда ты смотришь суд над Бешимбаевым, ты вспоминаешь свои личные проблемы. Ты ассоциируешь Бешимбаева со своими молодыми людьми, грубо говоря. Ты ассоциируешь Салтанат с собой, начинаешь копаться в себе, начинаешь думать, а был ли он абьюзером, а какие проблемы были в отношениях и так далее. И, в общем, начинаешь анализировать. Да, действительно, суд он копает ещё глубже, чем... То есть это не просто суд, а, видимо, какой-то, я не знаю, даже психологический сеанс у психотерапевта. То есть это суд, это сериал, это YouTube-шоу, и это ещё заодно и сеанс у психотерапевта. А мне, знаешь, интересно ещё то, как стираются вот эти границы информационных пространств. То есть у каждой страны, допустим, указано, это есть своё информационное пространство, в котором есть свои селебы, есть свой трафик, есть какие-то свои новости. У России, опять же, тоже есть это пространство. И каждый выбирает, в котором жить. То есть есть какие-то некие виртуальные границы. И когда речь идёт о таких простых бытовых вещах, простых и непростых, да, бытовых, но и ужасных, стираются эти границы, мы все становимся людьми. Люди, никто друг друга не делит на грузин, казах, украинец, русский или татарин. Все становятся просто людьми и задумаются о вещах, которые для них действительно важны. Добро, любовь, зло, вечность. Я в этом смысле, то есть я нашёл, смотри, ещё один такой философский аспект. Да, да. Ладно, Тань, спасибо большое за разговор, было очень интересно тебя послушать, твою точку зрения. С нами была Татьяна Кондратьева, корреспондент рубрики «Лайвстал» издания «Курсив». В прошлом автор «Космополитен» и «Медиаликс». Тань, пока, спасибо тебе. Спасибо, пока. Суд по делу Бешимбаева заставил каждого из нас задуматься о том, как мы относимся к своим близким, о своих дочерях, о своих жёнах, о своих мужьях и родных. Давайте оставимся с этими мыслями. Подписывайтесь, ставьте лайки. Это было отмечено «Курсиво». Пока. До следующего выпуска. Субтитры сделал DimaTorzok